приветствую вас друзья на канале сибирячка готовит с вами елена хочу угасить вас песочным пирогом с клубникой клубничный сезон хочется что-то приготовить вкусненькое вот испекла пирог с таким хрустящим тестом много клубники а посмотрите какой он аппетитный угощаю вас большим удовольствием делюсь рецептом чтобы вы насладились вот таким летним чудом тоненькое тоненькое песочное тесто посмотрите какое оно хрустящее рассыпчатая и много клубники поехали просеянную муку всыпаю соль сахар разрыхлитель все точное количество смотрим как обычно под видео и смотрите я взяла для оттенка вкуса половину цедры лимона добавляю перемешиваю добавляю размягченное сливочное масло будем готовить песочное тесто перетираю вилкой смотрите какое у нас получилось тесто крошка разбивая яйцо и перемешиваем убираю вилку и руками собираю тесто как бы склеиваю его таким способом долго вымешивать не нужно песочное тесто вот в таком виде я его отправляю в холодильник на 30 минут чтобы нам было удобно с ним работать а для заливки взяла сметану у меня 10 процентная идеально подойдет 15 процентная 20 процентная будет очень вкусно самое главное чтобы сметана была свежая высыпаю в нее ванильный сахар обычный крахмал разбиваю яйцо перемешиваю а смотрите какая у нас получилось однородная глянцевая масса убираю ее пока в сторонку а мы с вами клубнику нарезаем пополам включая сковородку здесь у меня небольшой кусочек сливочного масла выкладываю немножко припущу чтобы избавиться вот так от такой небольшой горчинки которая имеется в клубнике в принципе ее можно и свежую положить мне нравится чтобы она была немножко припущенная чтобы клубника сохранила свой прекрасный цвет и аромат добавлю несколько кристалликов лимонной кислоты сахар есть пару столовых ложек может чуть меньше а прогрею ее минут пять чтобы она стала более сладкой такой насыщенной и ароматной посмотрите какая у меня получилась клубника она держит свою форму здесь у нас сиропчик имеется отставляю ее в сторонку и дам ей остыть стол присыпаю мукой разминаю тесто раскатываю его в диаметре больше чем размер формы если где трескается вот так вот можно его подклеить переворачиваю переношу на скалку и выкладываю форму форму можно взять побольше в диаметре теста у меня видите немножко осталось но я люблю чтобы оно тоненькое прямо хрустящее было убираю лишнее накалываю вилкой выкладываю пергамент а сверху насыпаю горох чтобы тесто у нас не поднималась и ставлю в духовку она у меня уже прогрета до двухсот двадцати градусов на 10-15 минут как только корж у меня подзолотиться сразу же выкладываю без конвекции все очень быстро корж у меня выпекался 12 минут посмотрите какой он красивым хрустящий такой золотистый еще попутно с остатков теста я приготовила корзиночки у меня получилось пять штук заливая заливкой у меня немножко остыл такой тепленький немного на корзиночке оставлю оставлю в духовку разогретую до 180 градусов минут на 15 смотрите друзья я только что выложила пирог из духовки выключаю ее ставлю на ноль и раскладываю ягоды суфле полностью приготовилась но горячие еще конечно этот пирог можно приготовить с любыми фруктами ягодами но с клубникой это что-то а поставлю сейчас выключенную духовку минут на десять чтобы вот этот вот слой нижний у нас пропитался чтобы ягодка немножко такая подсохла что ли как сказать доготовилась не забываю про свои корзиночки которые у меня стихийно получились друзья я желаю вам приятного аппетита обязательно приготовить такую вкуснятину поделиться замечательным рецептом со своими подругами до новых встреч пока пока